Здравствуйте! В эфире передача «Разговор по существу». И сегодня мы беседуем с организатором Quiz Please в Магадане Климом Волоховым. Здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, что побудило открыть Quiz Please в Магадане? Ну, вообще, все началось с того, что меня от Магаданской области отправили на форум Амур, так как я стал победителем в конкурсе «Педагог года» в 2017 году. И на этом форуме познакомился с такими же активными ребятами с разных регионов России, одним из которых был Виталий из города Хабаровска, который также является организатором Quiz Please только в Хабаровске, также проводит разнообразные мероприятия. Мы с ним подружились, заобщались, обговорили все. Он рассказал более подробно именно о структуре и игре Quiz Please. И после этого, когда я приехал в Магадан, уже решил все-таки попробовать организовать эту игру в Магадане и, так сказать, разнообразить досуг в нашем городе. А сколько изначально играла команд? Первая игра состоялась у нас в сентябре 2017 года. Собрала она порядка 17 команд на первых играх, но уже через 2-3 игры наше число доходило до 24-25. И, по-моему, с шестой игры мы уже делали по 2 игры в день в воскресенье, то есть собирая около 50 команд в день. Какие сложности встречаются при организации этих игр? Ну, самая большая сложность не только у нас в Магадане, но и во многих регионах страны, где есть Quiz Please, это проблема с барами и ресторанами, в которых можно проводить наши игры. Так как либо это бары маленькие, которые вмещают мало команд, либо это большие бары, которым, возможно, неинтересно проведение игр. Как вы считаете, почему игры пользуются популярностью? Ну, прежде всего, это очень активный вид досуга, где вы можете собираться с друзьями, с одноклассниками, с коллегами, и просто в неформальной обстановке о чем-то поговорить, что-то вспомнить, также узнать для себя какие-то разные факты интересной жизни. То есть изначально, когда мы открывали эту франшизу, большого, так сказать, доверия не было. Мы думали, что Quiz Please, ну, мы поиграем там 3-4 месяца, и, в принципе, на этом все закончится. Но на самом деле это только приумножалось, увеличивалось количество игроков, команд, с каждой игрой все больше и больше. Если мы заговорили о новых командах, насколько часто они прибавляются? Ну, вот после именно пандемии мы организовали новый формат игр, так называемых для новичков. То есть у нас есть закренелые команды, которые вот 4 года будут в сентябре к Quiz Please. То есть есть очень большое количество команд, которые играют с первых игр. То есть у них там уже куча баллов, куча рангов, куча опыта. И как бы когда новые команды некоторые приходят и попадают в это молотилово, так сказать, старичков, да, они думают, блин, мы последние, нам не очень, мы ничего не знаем, не будем ходить. Поэтому сделали такой небольшой формат игры, где могут принять участие только команды-новички, у кого мало баллов, и посоревноваться на первых этапах, чтобы понять, как гадаются вопросы. Потому что все равно есть какие-то свои тактики, там, логические цепочки, как правильно можно найти ключ и дойти до ответа. И поэтому сейчас, мне кажется, команды начали более активно новые приходить и принимать участие в наших играх. Как вы считаете, смогли бы команды Магадана посоревноваться с командами центральных районов страны? Конечно, смогли бы. И это мы делали не раз и в онлайне, и в офлайне. То есть у нас есть формат игр под названием «Битва городов». Мы параллельно играли и с Хабаровском, и с Владивостоком, и с Находкой, и с Камчаткой, со многими городами. А также у «Квист-Плис» до пандемии ежегодно был чемпионат мира по «Квист-Плис». То есть «Квист-Плис» существует не только в России, но и во всем мире, и в Европе, и в Америке, и в Беларуси, и где только его нет. Порядка 114 городов, в которых существуют наши игры. И каждый год проводился чемпионат мира, в котором принимали все страны и города участие. То есть это была сетка большая, в котором мы участвовали. Также 1-8, 1-4, полуфинал, финал. Вот мы дошли до 1-4 город Магадана, к сожалению, нас Владивосток, по-моему, выбил. Но все же это было прикольно посмотреть. И главный приз был, кстати, по-моему, полмиллиона рублей на путешествия для команды. По-моему, выиграла команда из города Москва. Скажите, пожалуйста, как командам подготовиться к игре? Ну, существуют разные варианты. То есть в основном команды могут зайти на базу ЧГК. Есть такая база, я думаю, многие знают, там порядка, не знаю, скольки тысяч вопросов. Просто их там миллион. То есть многие команды просто открывают базу, один зачитывает, и все пытаются найти логику этого вопроса, разгадать. Также есть разнообразные хоум-игры. То есть Квисплис одним из первых запустил хоум-игры, именно бесплатные. То есть если в других интеллектуальных играх их можно приобретать за деньги, то Квисплис запустил их, когда началась пандемия, бесплатно на сайте mgdn.kvisplis.ru. То есть есть раздел «Хоум». Вы туда заходите, там есть игры разной направленности, как и тематические, так и детские, так и взрослые. Можно просто посмотреть, что это за вопросы, какого типа они бывают. Также на сайте есть пример вопросов, там можно в карусели пролистать, посмотреть. Также на ютюбе есть разные варианты шоу. И Квисплис проводили во время пандемии с разными звездами, с ютюберами, с блогерами. То есть есть много вариантов, в принципе, онлайн-игр, где можно посмотреть, какие бывают вопросы и что с этим делать, так сказать. Насколько я понимаю, сумма баллов со всех игр суммируется. Что это значит для команд? Все баллы, они не сгорают. У нас есть несколько рейтингов. Это есть классический рейтинг, где суммируются баллы только с игр классических. Есть киномузыкальный рейтинг, где игры суммируются только с киномузыкальных игр. Есть рейтинг «English Please», это игры на английском. И есть рейтинг «Teens», где у нас играют подростки до 15 лет, тоже есть своя лига. Когда они набирают определенное количество баллов, они получают звания. Звания совершенно разные, в разных рейтингах они выглядят по-разному. В классике это сержанты, лейтенанты, генералы, рэмбо и так далее. В кино и музыке это разнообразные пластинки, виниловые, бриллиантовые и тому подобное. Эти баллы дают право участия в закрытых играх. Что это означает? То есть у нас есть сезоны. Классические сезоны – это три месяца по временам года, киномузыкальные – это полгода. Вот по итогу трех месяцев у нас подбивается рейтинг, то есть мы подводим результаты именно, допустим, зимнего сезона. За три месяца вы сыграли, допустим, 50 игр, заработали 100 баллов и так далее, так далее, так далее. Мы выбираем топ команд, который может вместить наш бар, в котором мы находимся. К примеру, это 24 команды по количеству баллов. Там у нас еще есть схватка, устраиваем, в общем, кто пройдет, кто не пройдет. И вот эти команды, они участвуют в том, что победитель этой закрытой игры может совершенно бесплатно в следующий сезон играть в наши игры. То есть кто выигрывает, допустим, классику зимнего сезона, всю весну играет бесплатно. Кто выигрывает там полгода кино и музыки, в следующие полгода играет бесплатно. То есть такой дополнительный стимул в сезоне играть чаще, и в следующий сезон играть бесплатно. Планируете ли вы добавлять вопросы оригинального характера? Ну, такие вопросы часто бывают в играх, в основном тематических, когда мы празднуем свои дни рождения, либо устраиваем битву городов. То есть, да, естественно, мы добавляем оригинальный какой-то характер. Ну и добавляем это на корпоративных играх в основном. То есть в основу как бы это сильно не идет, потому что вопросы, естественно, мы пишем не сами. Если бы мы сами писали, то мы бы, наверное, не спали вообще никогда. Да, есть штат в Москве, который занимается непосредственно контентом наших игр. Если мы, к примеру, захотим добавить какие-то оригинальные там, оригинальные вопросы, то нам для начала их нужно написать, отправить главному редактору, тот отправит их там на редактуру, на фактчекинг и так далее. То есть пока все этапы эти пройдут, потому что пакеты все проходят балансировку, то есть вопросов разных видов и так далее. То есть просто так нельзя взять там и написать вопрос, и чтобы баланс вопросов потерялся в игре. Какие планы развития Quiz Please в Магадане? Ну, развитие мы очень хотим в плане увеличения количества игр, потому что количество команд с каждым месяцем растет и с каждым годом. Но, к сожалению, вот о той проблеме, о которой мы говорили вначале, о помещениях в Магадане с этим проблемой, мы просто физически не можем вмещать то количество команд, которые хотели бы принять участие. Естественно, первоначальный вопрос, нам хотелось бы, чтобы кто-то, возможно, из богатых меценатов или депутатов открыл какой-то большой ресторан, где можно было проводить не только интеллектуальные игры, но и большие мероприятия, которые с каждым годом появляются в нашем городе, потому что город не стоит на месте, развиваются, разнообразные у нас и фестивали, и проекты заходят в Магадан. Поэтому, мне кажется, большая площадка нужна Магадану, не только, так сказать, спортивные комплексы, площадки и так далее, школы, а вот именно какие-то места для общего пользования, где люди могли бы приходить и также весело и правильно проводить время. Спасибо вам за беседу. Зрителям я напоминаю, это была передача «Разговор по существу», и мы беседовали с организатором «Квиз-приз» в Магадане Климом Болоховым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова